Вернемся к нашему примеру. Форма записи maxat5.42, которая возвращает нам максимальное значение из двух переданных аргументов, эквивалентна другой форме записи, которая тоже допустима в Haskell. Мы можем поставить дополнительные группирующие скобки и получить тот же самый результат. Такая эквивалентность одной и другой формы записи иногда формулируется следующим образом. Говорят, что операция применения функций ассоциативна влево. Взгляд на функцию max, примененную последовательно к двум аргументам, а именно так можно трактовать последнюю запись, он очень плодотворен. Есть специальное обозначение для выражения, которое стоит у нас в скобках для выражения max, примененный к пяти. Это так называемое частичное применение функций. Функция двух аргументов применена к одному своему аргументу. Получившееся в результате выражение является функцией одного аргумента, которая может быть использована в выражении там, где требуется функция одного аргумента. Действительно, мы напишем, скажем, такое выражение 3 плюс асинус 42. Это полноценное выражение на языке Хаскель. Но с тем же успехом мы можем функцию синус заменить на нашу функцию max, частично примененную к пятерке. Это тоже будет полноценным выражением языка Хаскель, которая возвратит нам, естественно, соответствующее значение. Max из 5 и 42 это 42, и 42 с ложной устройкой вернет нам значение 45. Частичное применение функций это очень мощный инструмент. В общем виде его можно сформулировать следующим образом. Если у нас имеется функция n переменных, и мы смотрим на нее как на функцию n переменных, то мы можем взглянуть на нее с другой стороны и сказать, что это функция одной переменной, возвращающая нам функцию n минус одной переменной. В нашем случае n равнялось 2, то есть, соответственно, у нас функция двух переменных, примененная к одному своему аргументу, представляет собой функцию одной переменной.